Вот и наступил канун Нового года. Люди по всей стране традиционно украшают свои дома колючими зелеными хвойными деревьями. Но если вы еще не выбрали свою идеальную подходящую елку, мы вам с этим поможем. Наступает самое прекрасное время года, когда украшенная елка становится неотъемлемым атрибутом праздника. Однако выбор подходящего хвойного дерева иногда может представлять сложность. Так много видов, размеров и форм. И каждый хочет, чтобы елка стала украшением комнаты на все праздничные дни. Сейчас, в канун Нового года, люди активно выбирают себе елки, веточки, может быть, от елок, постараются украсить дом. Вы вот как мастер леса, какие вообще можете дать советы, как выбрать елку, чем они отличаются друг от друга? Если вы хотите, чтобы елочка стояла дольше, не осыпала веточками, иголочками, то лучше поискать ель колючую или голубую ель, так же ее называют. Она еще и цвет будет иметь особенный. Если вы хотите, чтобы она выдавала большое количество запаха вот этого елового, то нужно обратить внимание на нашу красавицу татарстанскую, европейскую. Она есть в каждом нашем лесу. Но на еловые базары их привозят все-таки из питомников, где они специально выращиваются. Если вы хотите пушистую красавицу, чтобы она прям заполнила большое пространство, то, наверное, лучше поискать молодую сосну. Лет 5-6. Она будет невысокого роста, скорее всего, метр пятьдесят. То есть даже ребенок сможет дотянуться до верхних веточек, и она будет пушистая. Вон, если вы обратите внимание, на заднем плане видны сосны. У них намного более пушистые ветки. Также я считаю, что именно сосновые ветки лучше выбирать, если вы отдельно берете лапник для украшения. Они интереснее смотрятся в композициях. Перед тем, как отправиться на поиски идеальной елки, определитесь с размером и формой, которые подойдут вам и вашему помещению. Если у вас небольшая комната, лучше выбрать компактную елку, которая не займет много места. Если вы обладаете просторной гостиной, то вам подойдет высокое раскидистое дерево, которое станет настоящим украшением помещения. Среди, допустим, вот этих вот елок, на какой именно пал бы ваш выбор? Вот что вы скажете о этой елке? Ну, эту елку хорошо забрать, например, в какое-нибудь учреждение, в детский сад, в школу, где есть большой актовый зал, где можно разложить подарки под ветками. Ветки сейчас примяло снегом, но они в помещении распушатся и будут намного выше. То есть это все-таки для больших заведений, для больших зданий. В квартиру я бы посоветовала елочку поменьше. Вон, хорошенькая. Такую, в принципе, можно будет поставить даже на небольшое возвышение. Туда вместится большое количество подарков. Как только вы определились, стоит подумать о том, где же взять заветный новогодний атрибут, который наполнит хвойным ароматом ваш дом. Для этого существует специальный питомник, где вы сможете найти подходящую елку на любой вкус. Когда вы выбираете елочку на еловом базаре, лучше провести с небольшим нажимом по ветке. Если у вас в руке остались иголки, это значит, что елка уже некоторое время стоит. Возможно, около недели. Ее срубили достаточно давно. Она будет стоять намного меньше. Осыпется, будет много мусора. Нужно выбирать другую. Если в руки остается небольшое количество иголок, значит, с этой елкой все в порядке. Она будет стоять долго. Также нужно обратить внимание на цвет. Цвет должен быть насыщенно зеленый, иногда в бурый, но никак не желтый. Такая елка тоже долго радовать вас не сможет. Если вас волнует вопрос экологичности, то лесничество максимально заботится о том, чтобы компенсировать количество срубленных елок. И каждый год высаживает еще большее количество саженцев. Как правило, специалисты питомников контролируют вырубку деревьев. Она разрешена только в определенных местах, чтобы не вредить лесу. Матюшинское лесничество, на его территории находится базисный питомник, в котором выращиваются ели колючие, европейские, сосны, также большое количество лиственных пород. Все они будут высаживаться впоследствии в лес. Однако некоторых у деревьев бывает слишком много, или некоторые родились слишком красивыми. Если это елочки, то они как раз бывают выбраны, чтобы стать украшением домов наших горожан. Каждый год прореживаем наши посадки, чтобы другим растениям посвободнее рослось, чтобы они могли набраться сил, чтобы далее расти в лесу. Таким образом, выбор елки на Новый год может стать самым настоящим семейным приключением в канун наступающего торжества. В питомнике, расположенном в живописной местности среди заснеженных лесов, можно зарядиться еще большей праздничной атмосферой. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости.